Привет, народ! Меня зовут Сергей Лав, и это видос по топ-драйверу, а тема нашей встречи это челлендж на Остин. Ну, вроде бы правильно это Остин называется, хотя я Аустин всегда говорил. Ну, будут теперь нынче Остин, если что, вы поправите, да. Комментика. Ну, да, я думаю, что начать стоит не с них, а с других интересных вещей, которые, в общем-то, есть. В общем-то, я тут полез на сайт с тачками по топ-драйверу. Я на него не заходил, ну, давненько просто потому, что особо и турниров не было, где я что-то мог поучаствовать, да и как-то информации-то мне новой-то и не надо, потому что, ну, по своим тачкам я и так все знаю. И вот, что я увидел, здесь появилась графа МРА. Вот это я вообще дико не ожидал, и пока что, вы видите, она есть заполнена не по всем тачкам, но, в общем-то, я думаю, заполнится. А временем, как они эту цифру получают, я понятия не имею, если честно. Я как-то не гуглил на эту тему информацию, откуда они взяли. Может быть, они запарсили это непосредственно из самой игры каким-то образом, эти данные получили. Может быть, определились с каким-то определенным тестом, да, допустим, прогнать тачку по, там, каким-то пунктам и высчитать это. Честно, не знаю. У меня еще что-то почему-то на винде болтается туда-сюда громкость сейчас. Раньше не было, но, надеюсь, это сильно не скажется ни на чем. Так вот, это в любом случае очень здорово, потому что, как бы они не получили эти данные, теперь можно иметь представление о том, насколько хорошая машина или нет. Правда, есть все-таки определенная особенность, я бы сказал, насчет данного МРА, потому что, ну, смотрите, сейчас у меня отсортировано по 90-м. Ну, вот, допустим, опять же, если сравнить две вот эти тачки, можно сказать, что, да, вот, допустим, Nissan, он медленнее, чем вот Lotus. И, в принципе, можно представить, что вот этот Lotus, он будет неплох, да, если вот так посмотреть. Он, в принципе, разгоняется здесь чуть лучше, управление у него на единичку лучше, и МРА у него лучше. То есть, в принципе, вот этот Lotus имеет смысл вкачать, глядя, допустим, вот на данные характеристики. Но будет ли он лучше, чем, вот, допустим, вот этот Porsche, если смотреть чисто только на вот эти цифры? Потому что Porsche разгоняется медленнее, но имеет больше МРА, причем больше на 18 пунктов. При этом и управление у него лучше. Вот из такого сравнения, мне кажется, что, да, можно сказать, что Porsche будет все-таки лучше. А Lotus отнесется, скорее, к, там, Тир 2, если здесь брать. Допустим, вот у этой Audi вообще отратительная МРА, и это, скорее всего, полное говнище. Тем более, что это полный привод. Да, а полный привод у нас есть, вот, Nissan, который выглядит намного приятнее, да, даже по МРА. То есть, можно сказать, что вот этот Audi не имеет смысла. Но, вот, допустим, давайте сравним некоторые следующие тачки. Хрен тут, правда, найдешь. Вот, ТВР мне интересует. Топовый ТВР, я не помню, какой топовый ТВР в 90-х. То ли этот, по-моему, по-моему, все-таки вот этот топовый 4.4. И у него стоит 75 МРА, но разгон 4.4. А если его сравнить вот с этим Поршиком, да, тут разгон-то намного-намного больше. Точнее, МРА намного больше, но разгон медленнее. 5.1, то есть на 0.7 секунды. Можно ли сказать, что за счет МРА вот этот Порш будет на драг-рейсинге выигрывать у ТВР? Ну, согласитесь, там разрыв в МРА просто огромный. Да, не будет ли так, что тачки, там, допустим, на 1 миле едут, и где-то на середине Порш там просто как ракета начинают обогонять. Вот этого сказать, к сожалению, толком нельзя. И это нужно все равно как-то спрашивать, интересоваться, тестировать самому, если у вас есть обе эти тачки, и они в каких-то одинаковых кондициях по прокачке находятся. Да, но тем не менее, это я к чему? К тому, что этот показатель, он хоть и позволяет картину в некоторых аспектах немножко скорректировать, представление картины, да, понять, что вот эта тачка совсем говно или нет. Но лишь когда у вас уже есть понимание картины какой-то, то есть в сухом виде, в вакууме, судить по этому будет труднее, ну, точнее, оно что есть, что нет. Вот, что я хочу сказать. Тем не менее, опять же, я считаю, для тех, кто хочет разбираться, да, для тех, кто в теме, появление данного аспекта, это, конечно же, очень-очень здорово, и прям шикарно. О таком только можно было бы мечтать. Но давайте переходить к другим вещам по степени, не знаю, не по степени, наверное, интересности. Я предлагаю, потому что Остин все-таки оставится напоследок, на вкусное. Что еще можно сказать? Я, собственно, перевалил за 500 тысяч. Да, я совсем вяло как-то играю. Но зато не напрягаюсь. Да, то есть, я не надрываюсь, и мне нормально. Следующий аспект. Начался отборочный тур, вы видите, при Лиме. Здесь используется даджи, и даджи же находятся в награде. Что лично мне дает основание предположить, что финала будут 5 даджей. Я, на самом деле, свои даджи спулил в прокачку. Я закинул еще разочек вот этот чевик. Хотя, опять же, я помню, в старых видосах говорил, что чевик этот качать особо нет смысла. Так он и есть у всех, и это далеко не Тир-1 тачка. Она, скорее всего, там даже... Не знаю, можно ли ее отнести к Тир-2, но, скорее всего, она там где-то Тир-2, Тир-3. Вот. Тем не менее, был тут турнир за школьный завтрак, где, там, по-моему, Америка была, где, в общем-то, я использовал эту тачку, и вот в чем проблема. Так как она есть у всех, она у всех, скорее всего, прокачена, и иметь ее в каком-то среднем состоянии, ну, так себе, на самом деле, потому что она ни туда, ни сюда. И в нее было у меня вложено уже два, я думаю, да прокачаю. Вкинул еще один, и что-то не допрокачал. Да, я подумал, что нет смысла сейчас раскидываться все-таки едой красной, вдруг выпадет какой-то эпик, в скобочках нет, когда-нибудь, а, и... Может быть, еда будет полезнее на тот момент, и все-таки стоит какое-то количество еды держать. Тем не менее, я чуть-чуть докинул вот этот чевик. Хорошо, плохо, ну, как знаете. Насчет прокачки. Я еще раз спросил на форуме, как качать, что самое интересное, спрашивают уже, по-моему, третий или четвертый раз по этой машине. Ну, можно сказать, что я такой мудак, и немножко обузу готовность людей помогать, но это вполне себе мотивировано было, потому что первый раз спрашивал до патча, который перевернул 9.6.9 прокачки. Второй раз я спрашивал слегка после патча. И, скажем так, мне не совсем верилось в те мнения, которые люди говорили, потому что, несмотря на то, что там прошло уже где-то месяц, скорее всего, мышление и мнение людей еще не успело, скажем так, адаптироваться под новые реалии. И поэтому мне казалось, что не совсем верно все-таки люди говорят, как стоит качать, и их мнение основано все-таки на старом опыте. Ну, сейчас прошло достаточно много времени, и сейчас уже действительно я получил максимально такую, мне кажется, актуальную информацию по прокачке. Большинство людей сошлись на то, что 9.6.9 скачать не стоит вообще ни в коем случае, просто потому что вот эта вот универсальная прокачка проигрывает, в общем-то, специализированным, причем везде. То есть, где нужно управление, проигрывает 6.9.9, там, где нужен разгон, проигрывает 9.9.6. Кто-то хотя сказал, что вот он с прокачкой на самом деле не совсем согласен, да, то есть, где-то все-таки универсал выигрывает, но, тем не менее, большинство было за то, что нужно его качать либо в разгон, либо в управление. Соответственно, выбор тут либо в разгон, либо в управление. Я, если честно, толком не знаю, что из этого пока что выбрать, потому что в управлении у него будет, по-моему, 95, 3.4.95, закончится он, если мне изменяет память, что, в общем-то, будет выглядеть похуже, чем мой додж, да, потому что у меня там 3.2.95, смысл у меня такого. Если сделать эту тачку в разгон, то она, по-моему, будет 3.3, ну, 93, там уже не изменится, по-моему, цифра, да, то, что мы докинем вот сюда еще улучшение. Вот, а 3.3, ну, выглядит тоже, на самом деле, на 0.1 номинально, номинально, на 0.1 хуже, чем мой додж, потому что там 3.2, но здесь максималка 193, она будет еще больше, там, 195, что ли, у него станет, если еще докинуть, да, и на одной миле он точно начнет выигрывать у доджа, потому что мра у доджа хуже, чем вот у этого чевика. Ну, и тестовый круг он также будет выигрывать, соответственно, я думаю, именно поэтому будет логично все-таки его мне в разгон заточить, но со временем не сейчас, да, два оставшихся грейда я как-нибудь потом докину. Так, что еще хотел сказать, вот чуть не забыл мысль, наверное, я все-таки был не совсем, ну, вот здесь двояко, ребят, опять же, можете в комментах написать, хотя, с учетом того, что никто ничего не пишет, обращается, приходится в пустоту, ну, да ладно. Насчет Митсубиши, которую я не получил, потому что я на 2 места не дошел там до 40, пакета, да, в финале, я сказал, что типа, да, пофиг, там, в общем-то, Митсу, такая прохладная очень, но, мою вот это вот, не то чтобы идиллию, но мою, мой мир вот этот, где я расслабленно отнесся к тому, что я его не выиграл, как-то пошатнулся, когда я прочитал, в общем-то, на форуме, человек говорит, типа, как закачать вот эту Митсу, ну, не эту, которую я показываю на экране, чтобы вас не смущать, открою ту, о которой идет речь, он говорит, как бы прокачать, причем она у него уже готова, там буквально остается один грейд, что ли, добить, и он говорит, типа, это Тир-2, и там народ, что-то так тоже начал обсуждать эту Митсу, ну, потому что она Тир-2 все-таки, среди своих, и я что-то даже немножко подпримунул, потому что, ну, с учетом того, что меня совсем нихера не везет на Эпике, да, все-таки Тир-2 Эпик лучше, чем вообще никакого Эпика, его, возможно, даже имело бы смысл прокачать, но, честно, хз, можешь вот здесь написать все-таки насчет этого, потому что, я хоть и спрашивал под прошлым видео тоже об этой Митсу, но, что-то никто ничего не сказал, и вот, как-то мое отношение чуть-чуть сдвинулось, но я все равно на самом деле не расстроен, да, нету и нету, все-таки это Тир-2, ладно, что здесь еще интересного, ну, здесь интересно то, что у нас скоро будет финал, да, на Даджи, в общем-то, я подозреваю, что в следующий раз мы увидимся именно непосредственно в рамках этого финала, потому что, потому что, так, сейчас посмотрим, что у нас там по Даджам, что осталось по Даджам, да, осталось немного, хотя, нет, я их куда-то, я почему-то их не продевал, я, по-моему, один вот этот Дадж все-таки засунул в Грейдосы, да, а эти все сохранил, но, тем не менее, видите, что ситуация выглядит достаточно прохладно для финалов, если будет финал Даджовый, особо нечем тут воевать, и дело даже не в том, что они у меня не прокачаны, даже если их прокачать, все равно это ни о чем будет, абсолютно, поэтому финалы пройдут, скорее всего, мимо меня, но это такое предположение, давайте дальше посмотрим, что у нас вот здесь, тоже Турик за школьный завтрак, я ночью был аж на там третьем месте, там первые два очень высоко, да, вот видите, они в каком отрыве находятся, ну, просто потому, что у них есть топовые хелкеты, что тут уже думать, если у тебя его нету, то все, иди, сосай куда сай, да, но я был вот здесь, и меня выкинули даже из десятки, давайте смотреть, что здесь происходит, я мне, по крайней мере, хотелось бы все-таки в десяточку здесь закрепиться, нет, это не этот набор, давайте я сейчас раскину по быстрому за кадром, по-моему, как-то так выглядит мой пресет на данный турнир, на самом деле, это достаточно вялая сборка, по той простой причине, на самом деле, вообще трек-сет неприятный, в том плане, что здесь на двух трассах есть два драк-рейсинга, а на двух нету двух драк-рейсингов, и вопрос, то ли ставить что-то на разгон, да, под эти две, то есть под какие две что-то ставить, и в любом случае, если ты ставишь под одно, то ты проигрываешь в 50% других случаев, то есть какого-то универсального решения, в принципе, нету, а в остальном, это вообще чистый дождь, вообще прям все, это чистый дождь, и, естественно, здесь нужны стандартные покрытики, но здесь все у меня достаточно плачевно, я бы сказал, опять же, вот можете в комментах написать, у кого есть, у кого нет, по впечатлениям, Крайслера 200 лучше, чем 300, потому что, мне кажется, что 200 лучше, по крайней мере, он имеет больше, лучший разгон, меньше управления, но, на быстрых трассах, он, по-моему, выигрывает, потому что, и то, что у меня прокачан на 300-ку, это лишь следствие того, что я его выбил раньше, а 200-ку выбил намного-намного позже, и я такой, блин, на 200-ый вроде выглядит тоже такой интересный, я его оставлю, но на самом деле, вот он лежит, у меня не прокачанный, и я не знаю, качать его, не качать, выкидывать, не выкидывать, вообще, насколько он нужен в коллекции, вот, можете об этом написать, давайте смотреть, что получится, одна, вторая, ну вот, здесь два разгона, да, вы видите, два разгона, давайте смотреть, что здесь, ну вот, что вот здесь делать, согласитесь, да, делать просто нечего, ну вот, здесь, в принципе, можно сделать все, здесь халява, да, потому что мы видим, что, в общем-то, две победы уже точно есть, по-моему, здесь мы точно выигрываем, здесь, ну, давайте хайвей поставим, а, это одинаковые, да, это, ну, давайте вот так попробуем, проставиться, смотреть за заезда не будем, потому что здесь, в общем-то, результаты уже предугадываются, да, как они сложатся, поэтому просто пропускаем, и смотрим эти результаты, они нас удивить ничем не должны, в принципе, да, ну вот, здесь 56 на 50, так что, в общем-то, пока что у меня получается, да, в десятку как-то, заезжать, ведь, чтобы быть в десятке, не обязательно иметь способность, даже побеждать десятого, если ты можешь, находясь на 11 месте, бить кого-то, кто ниже тебя, то ты можешь себя, в принципе, затолкать в десятку, да, то есть, тоже сильно не новость, но тем не менее, поэтому я, мне хотелось бы, все-таки здесь закрепиться, потому что, ну, американская мечта, это практически единственный какой-то тег, в котором я что-то могу, да, поэтому, ну, если здесь я ничего не могу, то где я могу? Дальше давайте переходим к Остинам, да, то есть, что будет в финалах, мы, в принципе, уже представляем более-менее, да, и как будет выглядеть мой отчет по финалам тоже, но там еще будет о чем поговорить, потому что, будет поговорить об Остинах, это, собственно, на третье Остинам, который разыгрывается, и очень неожиданно он требует 80-е года, то бишь, нарушается мое предположение о том, что это будет чисто по странам турнир, да, и я даже делал предположение, какие именно следующие страны, скорее всего, вероятнее будут, а вот тут Хобос, не страны, а года, причем, 80-е не самые приятные для меня года, но, на самом деле, они чуть лучше, они чуть-чуть приятнее, чем 70-е, в 80-х, кроме одного, той самой тачки, которая только что была на разгон, с 3.7 разгона, как она там, аэровед, в общем-то, там вообще нечем козырнуть, да и аэровед, это тоже не шибкий козырь, но в 80-х у меня все-таки есть Ниссан, там еще что-то есть, да, но тем не менее, что будет дальше, вообще трудно сказать, но давайте разбираться с тем, что есть сейчас, да, то есть, я здесь не заходил, подозреваю, что, ну, точнее, даже не подозреваю, а уверен на 100%, что последний кусок, пяти, пяти последних испытаний будут требовать пять машин из 80-х, то есть, если у вас совсем здесь дрябло, то, то все плохо, ну, давайте смотреть, что мы здесь, в принципе, можем сделать, нам нужно всего лишь две тачки, взять пока что, да, в принципе, там ничего не понятно, что есть, что нету, опять же, на самом деле, вот в нижнем эшелоне, тут можно много чего напридумывать, да, то есть, я сейчас вообще все пять взял 80-х, давайте смотреть, что у нас здесь предполагается, два, две стандартные покрытия, драгрейсинг, картинг, ну, в общем-то, все выглядит достаточно интересно, приемлемо, давайте я сейчас за кадром чуть-чуть поделаю, чтобы видео совсем уж не затянулось, ну, вот как-то так, на самом деле, можно попробовать, две 80-ки у нас вот есть, это на стандарт покрыт, это там на что-то тоже, не уверен, на самом деле, что оно прокатит, но, по идее, прокатить должно, да, то есть, в таком виде, хотя здесь 1,4 мили, здесь можно поставить, другую, по-другому распределить, скажем так, свои силы, не брать вот эту дорогую тачку, которая особо не нужна, она на 1,4 себя никак не проявит, как таково, и взять, допустим, вместо вот этого доджа стелса, что-то, что-то более интересное, сейчас будем смотреть, как пойдет, да, то есть, как будут складываться проезды, но я надеюсь, что здесь не возникнет никаких трудностей, в принципе, не должно, быстро, но она все равно, то есть, вот семнашка, но он все равно хуже, чем додж, хотя там разрыв такой, колоссальный, да, то есть, потому что у нее стандартные покрытии, и они себя здесь не проявляют, да, на сухом асфальте, так что, здесь все должно чисто быть, все, все заезды, несмотря на то, что это абсолютно неоптимальный раскидон, да, то есть, можно придумать что-то другое, но вообще, я хотел еще такой спойлер сказать, что я, в принципе, вроде как видел, чем все закончится здесь, да, какие требования будут в конце у нас, и, ну, я не стал просто об этом говорить, для того, чтобы не портить моменты, да, и не забегать слишком сильно вперед, но именно этим мы сейчас разбором займемся, и на этом будем заканчивать, потому что это будет определяющий момент, для, для вот этого турнира, так скажем, да, с которым, с которым, я думаю, будет поставлена точка, несмотря на то, что я его сейчас не пройду, останется еще время, то есть, точнее, не время, а еще заезда, но, как вы видите, здесь все идет достаточно легко, особо каких-то оппонентов не встречается, то есть, здесь красная тачка, но это нестандартные даже покрытики, поэтому особо переживать нет смысла, здесь у нас все равно, опять же, разрыв в 10 поинтов, но эта тачка полное говно, она сама по себе полное говно, да, поэтому здесь тоже не должно возникать проблем, да, и Додж должен выигрывать, как ни парадоксально, если он не выиграет, он не выиграл, он все-таки не выиграл, но надеюсь, что там отрыва в других матчах хватит, чтобы все равно получить все 3 звезды, да, хватает отрыва, но просто он сэкономил 10 поинтов, так скажем, да, и оно того стоило, давайте дальше смотреть, в принципе, все равно, я считаю, идет хорошо, и нет смысла чего-то менять, да, вот здесь неплохо тоже должно, так, заходить, в целом тоже должно быть победа, да, то есть, пока трудностей никаких, я, в общем-то, это показал для того, чтобы кому интересно было, тот мог убедиться, что, в общем-то, здесь все идет достаточно так, умеренно, да, никаких перекосов не наблюдается, но, это как бы только второй из, скольки там, из четырех, из пяти этапов, да, то есть, как нетрудно догадаться, самая жесть будет в конце, но будет ли она там, давайте открываем, уже внутри игра, опа, 8-0, первый лук, этого я даже не видел, ну-ка, клацаем сюда, или это не клацается, куда клацать-то, а, 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 что-то интересное, ну-ка, давайте смотреть, когда появилось, 21-го, блин, давненько появилось, четыре дня назад, а почему я этого вообще не видел, но, ладно, с этим, с этим вы сами, да, сможете разобраться, в игре зайти и посмотреть, сейчас к вариациям, я думаю, нет смысла, да, тем более, это всего лишь первый лук, блин, оно, кстати, выглядит по-другому, на телефоне, давайте, я туда зашел, да, я туда зашел, в общем-то, здесь люди делят с результатами, да, чем кто прошел, по ходу дела появилось просто нереальное дохренище сообщений, но, тем не менее, вчера ночью я видел по непосредственно 25-му раунду, с одной стороны, можно было задаться вопросом, блин, турнир только начался, там, два часа прошло, с начала турнира, а чувак уже 25-й выкладывает, типа, развод, что ли, какой-то фейк или еще что-то такое, но, на самом деле, там два человека отписались, нет ответов, значит, это не та тема, сейчас найду, вот, просто там что-то тоже тема какая-то, тоже вроде про челлендж, да, но вот, нет, official challenge trend нам нужен, и вот здесь ищем, ищем результаты за 25-й раунд, опять же, можно подумать, что фейк, да, но, вот, моя рука для 25-го раунда, вроде бы это оно, но вы знаете, что можно ускорять, пополнение билетов за голду, и просто очень нетерпеливые люди, ну, закинули голды, для того, чтобы вот, прямо в первые часы получить Остин, понятия не имею, зачем, но давайте смотреть, вот примерно так выглядит его рука, да, то есть мы видим, что это все 5 с 80-ки, мы видим, что у него три красные тачки, это имбовые тачки, да, у нас их нету, вот этой тачки у меня, по-моему, тоже нету, но ее можно чем-то заменить, наверняка, да, эти две есть, в общем-то, даже глядя вот на вот это, можно, пока трудно, на самом деле, да, сказать, но можно предположить, что не смертельно, какие-то эпики и легендарки нам точно не потребуются, что уже звучит неплохо, да, но там были более интересные, на самом деле, руки для 25-х раундов, которые намного более наглядно показывали уровень, который будет требоваться, да, потому что все-таки две красные имбы, это, это может быть стать стеной и не преодолен тупиком, так, это похожая рука, да блин, что-то нахрена написали, да, и все поделились, во, вот это, вот это уже выглядит интереснее, вообще, кстати, тут есть уже и непосредственно оппоненты, да, подозревают, и есть 25-й раунд, поэтому с них уже можно сориентироваться, как мы видим, в 25-м раунде всего две красных тачки в оппонентах, все остальное желтяк, что очень здорово, дальше давайте смотреть, что вообще, как здесь распределено, в общем, то, что он побеждает вот таким набором, то есть, вот эти две красные тачки, причем непрофильные, да, то есть, это оффроуды, я переживал, на самом деле, больше всего, что в финале будет какой-то внедорожник требоваться, у меня в 80-х нет никакого внедорожника, я бы там просто лососнул тунца, но вот все нормально, все асфальт, только один асфальт с дождем, то есть, под стандартку, ну, и улицы под средний клиренс, да, все остальное, это два быстрых, что-то на разгон, и что-то на управление, в общем-то, он побеждает вот такой рукой, причем рука вообще не профильная, как мы видим, что можно сказать про мою лично руку, и по сложности, я подозреваю, ее можно финал, то есть, это 25-й раунд, его можно пройти вообще без единой красной тачки, потому что все здесь, в общем-то, проходимо, смотрите, здесь твисты роуд, да, на стандартных покрыхах, он здесь, против нас стоит обычная, да, перформанс, поэтому вот эта тачка здесь спокойно побеждает, дальше, фаст циркут, с вот этой тачкой, с характеристиками 6.1.89, причем, желтый аналог, который там, 18 циркут, тоже какой-то там, тяжеленче, по-моему, по-моему, ленчи, не по-моему, производитель что-то заклинила, я пока вообще, хреново сегодня соображаю, вот, но она, по-моему, в полной прокачке, имеет характеристики 5.8.90, вроде бы, то есть, она, желтяк должен аналог, не прокачанный красный, здесь побеждать, то есть, опять же, желтым побьем, это побьем, дальше, вот эту тачку, она у меня есть, и тоже полностью прокаченная, ставим сюда, и даже здесь, по цифрам, можно сказать, что она 5.8.84, да, это не полная прокачка, она, скорее всего, побьет вот эту красную, дальше нужно будет что-то на серпантин, и что-то на извилистую, причем извилистую, ну, тут вообще очень слабая хексистики, да, то есть, 7.3.84, то есть, подобрать что-то под извилистую трассу, опять же, не составит, на самом деле, труда, там есть Порш, по-моему, который может подобные цифры выдать, причем с лихвой, ну, и, опять же, серпантин, здесь я, кстати, где-то видел, другой, опять же, подбор под финал, вот, вот она, кстати, вот она, 5.6.87, да, то есть, вы видите, что она, в общем-то, ну, то есть, если он использует, и говорит, что эта рука победила 25-й раунд, значит, действительно, в прокачке она должна побеждать, хотя у меня она прокачена чуть-чуть по-другому, и у меня цифры здесь отличаются, но надеюсь, что в моей прокачке она тоже сможет побить красный аналог, под серпантин, как видите, у нее стоит вообще, вот, дракрейсинская тачка, ну, эта тачка, в принципе, должна быть у всех, да, потому что это топовый дракрейсин, в текущей мете топовая дракрейсинская тачка, да, в желтике, а здесь он использует топ-красную тачку, но, опять же, там это с лихвой, на самом деле, здесь не требуется настолько уж жесткое точило, да, здесь тоже он ставит тачку с большим-большим запасом, и можно обойтись куда меньше кровью, ну, и, соответственно, здесь что попало, можно поставить, соответственно, если посмотреть на мой гараж, что у меня есть, по 80-м, то можно, как я уже сказал, убедиться, что, в принципе, финал, если здесь никаких ошибок нету, да, и я все правильно понял, вот, она 5,890 у меня, а там 6,189, что ли, да, то есть, по идее, вот эта ленча должна побежать, вот эта непрокаченная, соответственно, под ленча у нас есть, под серпантин, вот эта тачка пройдет, опять же, с учетом того, той информации, которая у нас имеется, вот эта Альфа Ромео вообще не зря прокачала, причем прокачала это относительно недавно, то есть, ближайшие в прошлое где-то, даже не месяца, а где-то недели три, там был какой-то турик, по-моему, под 80-е я какие-то качал, там был какой-то турик, такой бомжатский, да, и такой, о, у меня есть тачка, что бы ее не прокачать, и вот она у меня с тех пор прокаченная, с недавних, ну, видимо, не зря прокачал, потому что она, как видите, окажет очень полезную услугу, потому что именно в Остине есть слот для стандартных покрышек 80-х, кто бы мог подумать, соответственно, тот Ford Sierra, который у меня, собственно, лежит только потому, что у нее средний просвет, и там не очень много в 80-х, что-то под средний просвет, и он не зря лежит, да, лежит давно, и на самом деле он у меня почему-то все время ассоциируется с каким-то лютым отстоем, не знаю почему, то ли характеристики у него на самом деле отстойные, то ли внешний вид, я уже даже не могу вспомнить почему, но вот все время, когда глаз на него натыкается, такой, блин, ну вот это отстой, но средний просвет есть средний просвет, да, то есть, вот уже 3, точнее, вот уже 4 есть, ну и дальше нужно что-то подозвилистое, у меня, собственно, есть вот этот Nissan, но я подозреваю, можно обойтись и без него, и, допустим, какой-то вот либо Lotus, либо Porsche, в принципе, там должен справиться с извилистой трассой, там, по-моему, сколько всего, 84 что ли было, да, у оппонента, а нет, это на серпантине 84, ну короче, я думаю, что вполне себе какая-то вот этих тачек тоже смогла бы победить, да, но у меня есть, собственно, вот этот Nissan, и как бы, он-то точно победит, но даже если бы не было Nissan, и даже если бы тот желтяк не побеждал, вот этот Porsche есть у всех, да, я думаю, по-моему, даже в таком состоянии его хватит, хватит, чтобы там победить недостающего оппонента, собственно, как мы видим, для получения третьего Austin, фу-фу-фу, вообще не требуется ни одной красной тачки, на самом деле, в целом, в 80-х не так много автомобилей, да, если мы вернемся к этому сайту, я, собственно, не зря его, опять же, сполирнул вначале, да, если мы фильтр о нем в 80-м, то можно увидеть, что в 80-х все очень скудненько, да, вот буквально в один экран убирается, ну ладно, почти в один экран убирается все, что выше красных тачек, да, то есть всего два Эпика, причем один из них кубковый, четыре Леги, причем две опять из них кубковые, то есть всего две, да, особо не разгуляешься в этом плане, да, и чего-то круче от этого Ниссана особо здесь и нету, да, потому что вот это Порше, это внедорожник, да, то есть еще там какой-то еще внедорожник, это Форд, нет, не вот этот Форд, вот этот Ниссан, да, вот, то есть как минимум два внедорожника всего лишь, выше тут ничего нету, по-моему, на внедорожнике такого адекватного, да, ну вот, опять же, ну это кубковый, под него нельзя как-то давать, это было бы сверх несправедливо, если бы под него был заточен финал, вот, особо больше тут ничем удивить, ну вот Порше топовый, все, ну, и Форд вот этот РСВ, опять же, это всего лишь две тачки, и я считаю, было бы дико несправедливо, если бы, не хотим было получить Остин, если у тебя нету топовой красной тачки, почему, потому что все-таки не надо забывать, что это всего лишь одна пятая, даже меньше, чем одна пятая от легендарной тачки, почему меньше, потому что нам мало собрать пять штук, нам еще нужно, собственно, еще в каком-то турнире победить в итоге, да, что, ну, как мне кажется, достаточно жестко, причем на то, что все это растянуто на год, и я, в общем-то, эту мысль говорил, но озвучу еще раз, здесь все-таки основная сложность должна быть именно вот в самом, вот этом, длительном периоде, да, то есть это как средство удержания игроков и поддерживания интереса, и он, на самом деле, работает, потому что, собственно, основной фактор, который меня удерживает сейчас в игре, ну, или увеличивает мою активность в игре, это вот этот турнир, потому что мне интересно получить легендарку, да, если бы этого не было, то я, может быть, его вовсе забросил, просто потому что перспектив будущего в игре у меня, что-то как-то совсем нету на радужных, да, и, как бы, здесь очень мало топовых тачек, поэтому вполне себе закономерно, что получить третий Остин можно за желтяк, но будет ли так и дальше, это большой вопрос, потому что предыдущие вроде как получались, ну, требовали более жесткой подборки команды, тем не менее, я считаю, что третий Остин вполне себе доступен вообще, ну, наверное, для всех игроков, в том плане, тех, кто начал хотя бы, там, за чуть-чуть до того, как вообще начался весь турнир, с учетом того, что это третий Остин, турнир идет раз в две, в два месяца, по-моему же, да, потому что шесть машин, раз в два месяца на целый год, вот, соответственно, уже прошло полгода, время быстро летит, и за полгода собрать что-то под 80-е, да, хотя бы какой-то минимальный набор, я считаю, было вполне себе доступно для игроков, которые, ну, более-менее чуть-чуть играют активно, потому что чего-то такого сверхъестественного все-таки здесь нету, да, и какие-то аналоги и замены даже тем машинам, которые здесь есть, я думаю, можно найти под тот же вот лянч, чем-то его обыграть другим, да, все-таки есть вот и стандартный Porsche, который можно закинуть практически там в любую, в любой заезд, и он в любом заезде там будет победку, да, конечно, без Альфа Ромео тоже можно обойтись, потому что вот Ford можно Ford на Ford поставить, но у вас будет в топ прокаченный, там не в топ прокачки, да, там что-то 5 и сколько-то, 84, то есть он победит, то есть что-то можно сделать даже вот не конкретно этим набором, но просто вариантов тут мало, именно по той простой причине, что в принципе в 80-х тачек достаточно мало, и, опять же, если вы, ну, мыслить не только, что нужно было просто немножко играть активно, но и делать это немножко осмысленно, да, то есть как минимум, допустим, откладывать немножко деньжат, на случай, если вдруг у вас там затык возникнет, или в принципе грамотно более-менее относительно менеджментить свой гараж, не просто типа, а, ну это какие-то 80-е, я не люблю 80-е, они мне не нужны, да, если вы более-менее смотрите, что почем, да, то с трудностью у вас возникнуть не должно, поэтому я считаю, что вот здесь с трудностью все нормально, в крайнем случае нам предлагают пакет углеволокна 80-х, причем он появился там чуть-чуть позже, чем начался сам турнир, сам челлендж, там я зашел сначала, когда уже челлендж начался, ну или может быть у меня просто не отразилось, и смотрю, нет в продаже 80-х, блин, 90-е есть, доджи есть, а в 80-х нет, я думаю, ну что такое, не делаю, ребята что денег что ли заработать не хотят, а потом перезахожу, спустя там час смотрю, нет, 80-е все-таки в продаже, поэтому, ну как минимум, если совсем все печально, можно взять этот пакет, и какая-то красная тачка вам-то выпадет, да, ну, есть там тачки, которые я хотел бы получить, и возможно имело смысл бы прикупить даже этот пакет, если бы я добил уже наконец-то свои такую мечту, да, накопить эти 800 золота, взять слотов и уйти в закат, фигурально говоря, ну, есть премиумные пакеты 80-х, да, то есть, в них шанс выпадения поменьше чего-то хорошего, тем не менее, желтяк вы можете отсюда натаскать, да, он дороже, сколько там, процентов на 30, да, то есть, на 10 тысяч он дороже, данный пакет, тем не менее, опять же, если у вас, ну, вот, я думаю, 500 тысяч на руках, которые там купятся, чуть ли, в день там купятся, по-моему, около 100 тысяч вообще, ну, ладно, не 100, сколько там, ну, то ли 50, то ли 60 тысяч, если прям ты хорошо задротишь, по-моему, можно в день вывозить, то есть, за месяц это накапливается сколько там, даже если, пусть ты собираешь там, ну, ладно, пусть ты собираешь там 30-50 тысяч, это почти миллион за месяц, да, то есть, даже за месяц с момента предыдущего Остин турнира вполне себе можно было накопить себе денег, да, пусть даже 500 тысяч, и 500 тысяч вполне себе достаточно, чтобы купить себе тут там 5 пакетов желтых, да, вот эти, получить себе 5 каких-то желтых тачек, вточить их по максимуму и забрать Остин, так что, ну, вообще не должно ни у кого возникнуть проблем с этим испытанием, ну, можете написать в комментах что как почем, и, как я же сказал, собственно, к чему я такую долгую тираду, о том, что здесь все не очень сложно, надеюсь, я все-таки не запорюсь нигде, это будет глупо, если я не смогу его получить в итоге, как говорится, не говори коп все-таки, но я это к тому, что по завершению Остин турнира я не планирую снимать видео, потому что я вот вам все здесь разжевал, все показал, дальше вы можете что-то в комментах написать, да, но в целом все должно пройти без, без особых проблем, соответственно, после Остина будет, скорее всего, опять стандартный такой доп-турнир для элит, которые получили третий Остин, ну, там, скорее всего, будет турнир, я не знаю, на самом деле, как он будет требовать, возможно, все три Остина будет требовать, может быть, он будет требовать два из трех собранных, не знаю, да, но я надеюсь, что я в нем посоревнуюсь и в нем тоже смогу отхватить как минимум карбоновый пакет, да, потому что это именно то, что хочется получить, получая Остин, потому что Остин Сам по себе это просто слот в гараже Занимает Сам по себе он никакой ценности не представляет Кроме того, что это ключ Но когда мы этим ключом Воспользуемся по максу Еще тоже вопрос, да, еще это очень не скоро Еще больше чем полгода скорее всего нам ждать А вот сейчас получить Карбоновый пакет и вдруг вытянуть оттуда Хороший Epic, это было бы неплохо Ну и плюс, по-моему, там разыгрывались В предыдущий раз там в последний приз Был 5 слотов что ли гаража, то есть это было вообще Очень-очень даже сносный На самом деле награда Более чем щедрая Что еще хотел сказать А, так вот, соответственно, мы скорее всего Увидимся по финалу И к моменту финала уже все это Должно будет закончиться, и я вам расскажу Получил я Устин или нет Ну и что там, как произошло у меня, собственно С элитным турниром Выходного дня, которые там идут всего лишь два дня Тоже Пока трудно вообще сказать, на самом деле Как я там поучаствую, что там будет требоваться Ну надеюсь, что я с ним справлюсь Хотя бы до этапа карбонового пакета Потому что, ну, красная тачка Дополнительная красная тачка в гараже мне бы точно не помешала Вот, ну и, соответственно, по факту После этого турнира, если опять же все пройдет гладко То это уже будет три Остина из пяти И согласитесь, это уже более-менее начинает внушать Ну не то чтобы веру, потому что верить было бы слишком глупо Но надежду на то, что Есть шанс Согласитесь, собрать два из трех оставшихся Звучит более реально, чем три из четырех Да, потому что Если собрать потом еще один следующий Там будет всего лишь одна из двух То есть, блин, ну вообще, прям, прям вообще легко Можно сказать, да То есть, уже на кончиках пальцев будет, можно сказать Сборка Остинов Но это пока что вообще не точно И, возможно, следующие турниры будут сложными Опять же, я эту мысль озвучивал Но озвучу еще раз Я лично считаю, что будет несправедливо Если под конец разрабы завернут что-то очень сложное Или завернут очень сложный финальный турнир То есть, ты собрал все Остины Пусть там вообще все шесть Остинов, да Ты год играл Ты собирал, коллекционировал И тут Херакс Там турнир на Дакар требует пять легендарок Да, и ты такой Сосешь писю Это будет дико несправедливо И я очень надеюсь, что Разработчики все-таки не настолько чмошные Да, в последнее время, на самом деле Нон-стопом будут какие-то распродажи Ну как распродажи Это нельзя назвать распродажи Это просто продажи чего-то А не нон-стопом Раньше это было как-то Под какой-то там Финал приурочен Или еще под что-то Здесь вы можете опять же в комментах написать Такое же ли у вас ощущение на этот счет Но сейчас Они продаются просто нон-стопом Вот эти вот Типа временные акции, да Они просто шпарятся нон-стопом Под каждый Самый денищинский Турнир Да, то есть вот Что продается сейчас в 90-е Вообще хер поймешь, да Додж Ну, додж типа продается Под отборочный, да А в 90-е продаются вот под Вот этот турнир Который начнется там через хер знает сколько И этот турнир Какой-то за школьный завтрак, да Поэтому продают в 90-е То есть вообще под что угодно Стали продавать пакетчи Хорошо это или плохо Ну, не знаю, если честно С одной стороны Плохо, потому что Ну, у донатов Появляется Просто вообще нон-стопная Возможность закидывать Чемоданы денег в игру И, естественно Иметь колоссальный отрыв С другой стороны Неплохо, потому что Ну, если ты вдруг Что-то захотел купить У тебя всегда есть возможность Купить что-то актуальное А не ждать там Тысячу лет в обед Когда появятся Нужные тебе акции, да Более часто Их ротация Все-таки дает больше Скажем так Более приятный Комфортный сервис Для тех, кто хочет Денег закинуть Поэтому ситуация двоякая Можете здесь что-то написать Ладно На этом буду заканчивать Видео получилось так Такое объемное Хотя я думал Мы так минут в 25 уложимся Ну вот не уложились Ладно Все Много тем разных Которых можно написать В комментиках Если кто-то что-то напишет Ну, если нет Продолжаем Как продолжали Увидимся